Харикасна. Сегодня мы с вами пытаемся глубже понять роль учителя в нашей жизни. В любой культуре, положении учителя, особенно если это действительно настоящая культура, является святыней. Человек таким образом устроен, что он должен учиться всему. Хотя мы все рождаемся с каким-то набором инстинктов, но человеческая жизнь начинается только после того, как я выхожу за пределы своей бессознательной инстинктивной жизни. И начинаю взаимодействовать с помощью данного мне разума. Это означает, что человек учится всему. Человек рождается невежественным, и он должен научиться. И первым нашим учителем является мать. Шримад Бхагаватам в законах Ману, в Ману Самхите, говорится, что мать – это первый гуру человека. И значение этого гуру, этого учителя в нашей жизни в десять тысяч раз больше, чем значение следующего гуру отца. Потому что мать своей любовью, своим бескорыстием, своей заботой учит нас самому главному. Учит нас, как по-настоящему быть человеком, то есть выходить за пределы своих эгоистических интересов. Потом, в какой-то момент, наставления отца, пример отца, в хорошем случае, начинают играть очень большую роль в жизни человека. После этого другие учителя приходят в нашу жизнь. Но кто бы ни был он, если кто-то нас научил чему-то, научил нас быть человеком, жить по-человечески, научил нас тому, что значит «счастье настоящее», этот человек является нашим учителем. Учитель тот, кто в конечном счете помогает нам успешно прожить жизнь, то есть не зря прожить жизнь. Не просто толочь воду в ступе. Не просто испытывать и переиспытывать то, что мы уже миллионы раз испытывали в этой жизни или в прошлой жизни. Не просто сводить жизнь к отправлению животных потребностей, к отправлению каких-то инстинктов, инстинкта продолжения рода, инстинкта еды, инстинкта сна, инстинкта самосохранения. Все это важные инстинкты, но человеческая жизнь не сводится к этому. Гьянена хина пашубих самана. Без знания человек находится на уровне животного. Гьяна или знание – это особенность, отличительная черта человека. И любой человек, мы знаем это, независимо от того, насколько развито его сознание, все равно стремится к знанию в какой-то своей сфере. Эта тяга к знанию – наша существенная человеческая черта. И, по сути дела, качество человека, уровень человека определяется не столько тем, каким он родился. Безусловно, мы рождаемся с определенным запасом, с определенным багажом. Мы принесли из прошлой жизни свои самскары. Самскары эти опытный астролог может прочитать. Я увидел там на доске объявлений, когда сюда шел, большими буквами от руки написано «Астролог». Человек, который может увидеть что-то по моменту вашего рождения. Но это всего лишь навсего небольшая составляющая того, что мы представляем собой на самом деле. По-настоящему эту основу, которую мы принесли с собой, ее потенциал можно раскрыть только в отношениях с учителем. Я могу быть очень талантливым музыкантом. Естественным образом я подойду к пианино или еще куда-то и начну что-то делать. Но если у меня не будет учителя, я никогда этот талант не доведу до совершенства. Никогда. Средним музыкантом я могу стать, даже неплохим музыкантом могу стать. Гениальным музыкантом я никогда не стану сам. Даже великим гениальным шахматистом нужен тренер, который учит их чему-то. Нам нужен учитель для того, чтобы с одной стороны довести до совершенства те таланты, дары, которые у нас есть. Независимо от того, в какой сфере эти дары. С одной стороны. А с другой стороны, нам нужен учитель для того, чтобы мы поняли, как же нам в конечном счете быть счастливым здесь. Потому что учителя, которые учат нас ремеслом, которые передают нам некие навыки здесь, играют важную роль в нашей жизни. Но в конечном счете нам нужен человек, который будет учить нас неким фундаментальным основам отношения к этому миру, отношения к другим людям, отношения к тому, что происходит со мной. На этом глубинном уровне нам тоже нужно образование. Любое образование в конечном счете помогает человеку преодолеть свою животную или инстинктивную природу. И такие фундаментальные вопросы, как отношение к этому миру, отношение к другим людям, отношение к событиям моей жизни, отношение к Богу в конечном счете. Эти вопросы тоже записаны у нас где-то на уровне подсознательных программ, на уровне инстинктов. На уровне инстинктов мы пытаемся эксплуатировать этот мир, выжимать из него какие-то крохи или капли удовольствия. На уровне инстинктов мы пытаемся эксплуатировать других, утвердить свою власть над другими людьми, заставить их служить себе. На уровне инстинктов мы также обращаемся к Богу как к тому, кто должен нам чего-то дать, к тому, кто нам чего-то должен. В принципе, по жизни мы такие. Мы считаем, что нам все чего-то должны. Так вот, учитель, тот, кто учит нас правильному отношению к жизни, он прежде всего должен сказать, тебе никто ничего не должен. Ты всем должен. Ты должен всем. Ты должник. Из человека, который пришел сюда с некой претензией, мы должны превратиться в человека, который понимает, я сплошь и рядом всем обязан. Этот человек, который понял эту истину, непростую истину, трудную для того, чтобы проглотить ее, трудную для усвоения. Человек, который учит нас, не то, что учит нас этой истиной, но вкладывает эту истину в нас. Того, что я, в конце концов, обязан другим, я должен служить, иначе говоря, по природе своей. Тот, кому удается вложить эту истину в наше сердце, называется духовным учителем. Дивья гян хриде прокашита. Истину о том, что я слуга, и всегда останусь слугой, и должен служить, не так-то просто усвоить. Ее кто-то должен вложить глубоко в наше сердце, так что подсознательная природа, инстинктивная природа отключится. И я вдруг, вместо того, чтобы по привычке инстинктивно эксплуатировать других, начну служить им, начну заботиться о них. И в конце концов, благодаря этому, смогу обрести самый удивительный дар, дар любви к Богу. Смогу обрести самый поразительный дар, дар видения Бога, дар развлечения Бога во всем сущем. В сердцах других живых существ, в этом мире, в природе. И в конце концов, в самой личности Бога, проявленной перед нами, как муртия, форма Господа, и как Его святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам, Харе Рам. Это непростая наука. Очень непростая наука попытаться жить таким образом. Ишилов Ясадев, изначальный духовный учитель, тот, кто на заре Кали-юги в конце предыдущей юги, предыдущей эпохи увидел неминуемую деградацию людей, неминуемое упрощение сознания человека. То, что мы видим сплошь и рядом, мы видим это на других, мы видим это на себе, как люди пытаются все упрощать и механизировать, как люди пытаются сводить сложную, сложно организованную человеческую душу до уровня каких-то элементарных математических формул и программ. Этот век тотальной деградации должен был наступить. Шилов Ясадев видел все то, к чему это приведет. Как эта тотальная деградация человека будет приводить к тому, что самые лучшие качества человека будут ампутированы с его души. Как сострадание уйдет и заменится жестокостью, причем невероятной жестокостью, жуткой жестокостью. Как желание наслаждаться, которое в сущности является оборотной стороной этой жестокости. Наслаждаться любой ценой. Неважно как, неважно какой ценой, главное, чтобы я был счастлив, главное, чтобы я наслаждался. Как это желание заполонит душу человека, сердце человека и будет вытеснять из него все человеческое. Шилов Ясадев видел это. Он увидел это реально, зримо. Он увидел все эти картины деградации, к которой мы стремительно идем. Много тысяч лет назад, как минимум пять тысяч лет назад. И Шилов Ясадев решил сделать что-то, чтобы как-то что-то противопоставить этому. Если человек хочет разлагаться, если человек хочет деградировать, хочет превращаться во что-то, в какую-то амебу, из которой он произошел в свое время. Никто ему помешать не может. Но если у человека есть желание все-таки противостоять этому деградирующему влиянию Кали-Юги, деградирующему влиянию среды, в которой мы с вами живем, информационной среды прежде всего, не только социальной среды, но и информационной среды. Если человек хочет противостоять этому влиянию, для этих людей Шилов Ясадев написал веды. Отредактировал изначальные веды, сделал их усвояемыми для нас. После этого написал Махабхарату. Изложил логические, в виде стройной логической, концептуальной системы все веды в виде веданта-сутры. То есть, показал логику вед, которую очень сложно понять. Выявил эту логику, чтобы человек мог интеллектуально понять все это. И даже после этого, после этого написал Махабхарату. Махабхарате он... Что только он не написал Махабхарате, что он только не вложил Махабхарату. И после этого он все равно чувствовал неудовлетворение. После этого он все равно чувствовал пустоту. После этого он все равно чувствовал, что что-то я сделал не так, что я обманул людей. Любой человек, которому приходится проповедовать, знает это чувство. Когда вроде бы все хорошо и все успешно. И вроде бы человек начинает что-то понимать, а все равно чувствуешь, обманул его. В попытках дать человеку что-то, иногда, очень часто, мы идем на какие-то компромиссы. Силовья Садев в глубине своего сердца увидел, ну что ли, увидел эту чревоточину. Увидел эту проблему. Я не дал людям всю истину, как она есть. Я не прославил Бога. Без конца. Я не дал им возможность соприкоснуться с абсолютной истиной, с ее невероятной красотой, с ее жизнью в духовном мире. И в результате этого получился Шимад Бхагават. Шимад Бхагават учил своих учеников Пайлу Риши, Джаймине Риши, Ващампаяну Риши, Суманту Риши, четырем ведам. Он научил Пуранам, Суту Пуранику. Но самое свое драгоценное произведение он передал Шукадеве Госвами. И мы с вами все пытаемся так или иначе получить то, что дал нам Шилов Ясадев по Парампоре. Шилов Ясадев, он знал, что передать это все без искажений не так-то просто. что нужно начать эту цепь ученической преемственности, по которой знание будет передаваться без искажений и знание будет по-прежнему обладать, слушайте очень внимательно, знание будет по-прежнему обладать этой силой очищать нашу душу, очищать наше сознание, устранять ненужные грязные инстинктивные программы из нашего подсознания, стирать их. В этом поразительный дар Шилов Ясадева. Шилов Ясадева дал Шимадбхагватам в чистом виде. И если нам удастся соприкоснуться со Шимадбхагватам по-настоящему, не просто там изредка открывать эту книгу, но прожить Шимадбхагватам, если нам удастся дышать Шимадбхагватам, то Шимадбхагватам устранит все наши проблемы, все наши грехи, все то, что мы совершили в прошлом, уберет все какие-то ненужные связи. И, как говорится в седьмой главе первой песни Шимадбхагватам, в описании транса Ясадевы, когда он увидел этот Шимадбхагватам, он увидел, что может сделать Шимадбхагватам. Это ведическое писание, писание с размерным ведом. Шимадбхагватам может Шока, Моха, Бхая, Апаха, может убрать у нас из нашего сердца, стереть из нашего сознания Шоку, склонность погружаться в депрессию, Моху, иллюзию, когда я не понимаю, что со мной происходит, и Бхаю, страх, и прежде всего страх перед смертью. Шилов Ясадев оставил нам Шимадбхагватам самый ценный дар. И, собственно, это то, что мы получили по цепи ученической преемственности. Шилов Ясадев днями и ночами переводил Шимадбхагватам, вкладывал все свое сердце в Шимадбхагватам, вкладывал весь свой духовный опыт в Шимадбхагватам, только для того, чтобы мы могли действительно переварить Шимадбхагватам. Это поразительная вещь, то, что сделал Сила Праупада. Он перевел Шимадбхагватам с санскрита на английский. Ни санскриты, ни английский не были его родным языком. Перевести перевести книгу, причем такого уровня, такого философского уровня, такого художественного уровня, с одного иностранного языка на другой иностранный язык. Уже само по себе это чудо, которое он совершил. Почему он совершил это чудо? Каким образом он смог совершить это чудо? По одной простой причине. в силу его бхакти, в силу его преданности. И ключом к пониманию Шимадбхагватам в конце концов является только моя бхакти, моя преданность. И сам Шила Праупада объяснял и снова и снова цитировал этот стих. Однажды он даже сказал, что этот стих самый важный стих из всех стихов священных писаний. Какой стих? Ясья дави. Ясья дави пара бхактир. Как там? Да. Ясья дави пара бхактир. Ятхад дави татхагуро татсиар татхитох ятна. Пракашанте махат манаха. Что смысл вед, смысл ведического знания приходит, открывается человеку, у которого есть бхакти. И под бхакти в данном случае не подразумевается према бхакти. Према бхакти это плод изначальной бхакти. Под бхакти в данном случае подразумевается желание служить. Откуда, каким образом Шилы Праупада стал Шилой Праупадой? Как Шилы Праупада смог сделать этот подвиг? Смог совершить невозможное? Никто до Шилы Праупада не переводил Шимат Бхагават на английский язык. Никто. Никто. Бхагавад Гиту переводили Шимат Бхагават за Шимат Бхагават никто не отваживался браться. Такое сложное это произведение. Как у него это получилось? Только потому, что он ощущал себя всегда слугой. Слугой этого знания, слугой этой истины, той самой сатям парам димахи, медитацией на которую является Шимат Бхагават и слугой своего духовного учителя. Смысл всего откроется нам, когда у меня будет это Бхакти, что значит от глагольного корня Бхадж, что значит служить. Я хочу служить, я слуга, я слуга. И если это служение, и каким образом этот дух пришел к Шили-Праупаде, он сам рассказывал об этом, когда он в первый раз встретился со своим духовным учителем Шили-Бхакти-Сидантой Сарасвати. И встретившись с ним в первый раз, он пытался доказывать ему какие-то свои идеи и свои концепции. Он говорил, как же так, мы не можем проповедовать ведическую культуру, потому что мы подчиненная нация, мы находимся под властью британцев, нам нужно сначала освободиться, потом уже думать обо всем остальном. Бхакти-Сиданты Сарасвати посмеялся над этим надо всем. Он сказал, что это все ерунда, что человеку, человечеству нужна не так называемая политическая свобода, не так называемая независимость. Независимость никого счастливым не сделает. Люди думают, сейчас сделаем революцию, будем счастливыми. Харе Крисна, поздравляю вас с очередной революцией. Нет, перемена власти, перемена политической власти, оно может что-то улучшить, что-то ухудшить, но кардинально оно не решает никаких проблем человека и человечества. Кардинально проблемы отдельного человека и человечества может решить только Шимадбхагват. Сила Праупада пишет об этом в самом начале. Он услышал это от своего духовного учителя. Его духовный учитель вложил эту идею в его сердце. Эта идея изгнала из его сердца все остальное. Сам Бхактисиданто Сарасвати пришел к своему духовному учителю и его духовный учитель проигнорировал его, проигнорировал его ученость, проигнорировал его знания в астрологии, его другие достоинства, смерил его взглядом свысока всего и сказал уходи отсюда, ты мне не нужен. Снова и снова он приходил к нему и говорил научи меня, я хочу учиться у тебя, я хочу учиться у тебя, как быть слугой Бога и слугой всех остальных. Сам Горакишор Дас Бабаджи получил это настроение от своего духовного учителя и так это настроение Бхакти, того, что основой нашей жизни является Бхакти или желание служить передавалось из поколения в поколение от духовного учителя к духовному учителю. И именно благодаря этому мы можем получить знания в его неприкосновенности. так, что это знание будет очищать нас. Как можно понять, что Сила Праупада передал нам это знание в неприкосновенности? По очень простой причине человек меняется, соприкасаясь с этим знанием. Я видел глупцов, которые мнят себя мудрыми, которые говорили «О, Сила Праупада тут ошибался, тут ошибался, тут ошибался». А так как я вижу его ошибки, значит, я лучше знаю. «Я лучше знаю веды». Глупец какой-то, который недостаточно халвы на воскресных пирах поел. Халва не вытеснила у него из головы навоз, который там оставался, к сожалению, не коровий. только глупцу может прийти в голову такая мысль. Ты можешь написать, что ты умная, чье сердце поменяется благодаря твоему высокоумному рассуждению какому-то. Что поменяется в жизни, что поменяется в этом мире благодаря твоему интеллектуальному пониманию? смысл в тебе не раскрылся, потому что ты не стал слугой. Ты не стал слугой силы праупада. Ты не оценил его служение его духовному учителю. Не мог понять его бхакти. Как ты можешь понять бхакти по отношению к Богу? Откуда? Откуда это придет? Перед тобой явный пример, ясный пример человека, который всю свою жизнь служил. Благодаря этому Кришна использовал его как свой инструмент, как свой совершенный инструмент. И все несовершенства, которые есть у Шилы праупады, это проявление того, что он совершенный инструмент в руках Господа. Господь пользуется его несовершенствами, чтобы выводить на чистую воду таких дураков. Чтобы соблазнять таких дураков, которые думают, что они лучше знают и лучше понимают что-то, чем Шилы праупада. Это тоже служение Шилы праупады. Но еще раз, ты видишь перед глазами живой пример Бхакти и не можешь оценить его. И думаешь по своей, по какому-то совершенно невероятному недоразумению, что у тебя больше Бхакти, чем у него. Что ты лучше понимаешь веда, чем он. Что ты можешь лучше что-то сделать, чем он. это то, каким образом ученическая преемственность прерывается. Когда человек, который так или иначе захотел подсоединиться к этой цепи ученической преемственности, приобщиться к этому чистому источнику, отпить из него и поменять свое сердце, в какой-то момент начинается высоко смотреть на все это, высокомерно относиться к достижениям того, кто был до этого и начинает думать, что он понимает веды лучше. Настоящий учитель это ученик, тот, кто пытается понять не только интеллектуально веды, но через бхакти, через настроение служения, через исполнение воли своего духовного учителя, через исполнение воли, которая приходит к нам по парампоре. Не только знание передается нам по цепи ученической преемственности, по цепи ученической преемственности нам приходит нечто гораздо более важное, чем просто знание, желание, к нам приходит сострадание. Вьясадев написал все это, увидел все это, захотел написать все это, движимый сострадание. Это сострадание он вложил в свое откровение, это сострадание пришло. Это сострадание Кришны, его изначальное сострадание самого Бога, его изначальная энергия сострадания, вложенная в сердце в Ясадеву. Оно передается. Шрила Прабхупада был олицетворением этого сострадания. По цепи ученической преемственности нам передается не только интеллектуальная составляющая, нам передается духовный опыт. Кто мы такие, чтобы, если посмотреть на наш духовный опыт, то где он находится, этот духовный опыт, по сравнению с духовным опытом Шрила Прабхупада, которому сам Рупага Свами приходил из его Самадхи? Рупага Свами пришел к нему из его Самадхи. Шрила Прабхупада с очень большой неохотой рассказывал об этом. Кому-нибудь тут Рупага Свами приходил из Самадхи или не Самадхи? Ну или там, я не знаю кто. Ну да, кому-то Шрила Прабхупада во сне приходит. Сам Рупага Свами пришел к нему и Сам Рупага Свами сказал, мои благословения с тобой. И мы можем видеть, как это парампара действует. Как мы можем видеть, что это парампара действует? Мы можем видеть, человек соприкасается с этим, соприкасается с этой энергией, он становится чище. Он начинает жить, как он раньше никогда не жил и не мог даже подумать, что так можно жить. Кто-то из вас мог до соприкосновения с сознанием Кришны представить себе, что он будет соблюдать всю свою жизнь четыре регулирующих принципа. Но это же... Это же невозможно совершенно. Это невозможно. Четыре регулирующих... Это что, и на Новый год, что ли, нельзя? Это как? Вы что имеете в виду? И кофе, что ли, нельзя? Это то, каким образом парампара действует. Если человек действительно соприкасается в правильном настроении с тем знанием, которое передается от Шрилы и Ясадева через цепь ученической преемственности, то он может увидеть, что сердце его стало чище. Понятно, что там много проблем. Не проблема. Уйдут, никуда не денутся все эти проблемы. Они не уходят только потому, что мы держимся за них, только потому, что мы ценим их, только потому, что мы не поняли, что анардхия есть анардхия. Не есть нечто ценное для нас. Человек, который соприкоснулся с этим знанием, он становится счастливее, становится чище, становится радостнее. И главное, что он может получить этот дух, дух смирения, дух терпения, дух служения и в конечном счете начать понимать, что значит любовь. И перестать путать любовь с вожделением, как это мы по привычке делаем. Начать понимать, что значит любовь. Мне пришло замечательное письмо сегодня. Я очень долго смеялся, когда его получил, но очень сильно оценил искренность. Я, с позволения автора, не знаю, кто его написал, но все-таки процитирую письмо. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я поняла, что все мужчины, в которых я влюбляюсь, будучи замужем, являются инструментом маи. Моя жизнь. Парампора действует. Если человек просит о таком замечательном благословении, понять, что это так называемая любовь, которая приходит к нам, когда ее совсем не ждешь, является проявлением маи, иллюзией, иллюзией материального мира. Да, это то благословение, которое мы можем получить по Парампоре. Благословение, которое может сделать нас счастливее, которое может сделать нас чище. И что самое поразительное, благословение, которое может изменить этот мир. Мы сами можем не видеть этого, не понимать. Иногда люди говорят, какой тут золотой век, где тут золотой век, один коронавирус, и пандемия, и прививки, и никакого золотого века нет. Но мы же не видим всего того, что происходит в мире. Мы не видим каких-то поразительных вещей, которые на каком-то уровне уже изменяют жизнь этого мира подспудным. Даже один человек, изменившись, меняет весь мир. Теперь здесь только 400 человек или 500 человек, я не знаю, сколько тут человек набилось в этот пандал. Уже мир поменялся. 500 человек стараются следовать четырем регулирующим принципам. Больше или меньшей степени. Это уже здорово. Это уже замечательно. 500 человек не ест мясо. Представьте себе, сколько денег не досчиталось мясомолочная промышленность. Само название-то какое? Мясомолочная промышленность. Ужас. Если все эти 500 человек еще и научатся правильно общаться друг с другом, служить друг другу, любить друг друга, заботиться друг о друге, если все эти 500 человек еще и начнут проповедовать, причем делать это не механически, а из сердца, делясь с людьми тем счастьем, которое они получили, пусть это даже небольшое еще счастье, то представьте себе, какие глобальные перемены могут произойти в мире. При том, что многие из вас уже делают это. Я недавно разговаривал со Шрилой Неранджиной Махараджи. И он делился со мной своей болью. Сказал, что иногда я захожу в YouTube, чтобы посмотреть что-то. И на главной странице YouTube, меня Кришна спасал, я никогда не был на этой главной странице YouTube, там большинство роликов о том, как коров убивают, как животных убивают. Эти ролики имеют миллионы просмотров. Ролики о том, как течет невинная кровь, как мучатся животные, которых убивают. Это свидетельство об уровне людей, посетителей этой главной страницы YouTube. Почему это там стоит? Потому что, ну, велика вероятность того, что человеку захочется это посмотреть. Вот. Я в ответ ему рассказал на эту его боль, я ему рассказал, как я встречался с группой людей, которых один мой ученик, ваш духовный брат, водит в горы. Профессия у него такая. Он берет группу людей, водит и в горы. На неделю водит и в горы. Они не пользуются там интернетом, и он им... Едят там просад, который он варит. Вот. И вот я увидел эту группу людей, человек 20, которые только что с гор спустились после недели. Хотите верьте, хотите нет. Они слушали меня лучше, чем вы. Они слушали то, что я им говорил, с открытым ртом, с огромным желанием. Вы слушаете и говорите, а, я сейчас знаю, просад скорее уже надо, уже сколько можно. Мы это все знаем. Они слушали, я поразился, как они слушали, с каким желанием они слушали, с какой, с какой искренней, какой-то, с искренней жаждой они слушали, понимая, что это что-то, что может поменять их жизнь. Вот. Это один человек, он проповедует как-то на своем уровне, он дает им что-то. И люди меняются. Через несколько дней после общения с ним, пребывания в этих горах, они приходят другими, с другими интересами, с другими запросами, с другими ценностями. Причем, ну, видно, насколько, насколько поменял, насколько, насколько это другие люди, скажем так, по своей природе. Это то, как действует гуру Парампара. Это то, как действует цепь ученической преемственности. Та энергия, трансформирующая энергия, которая передается по цепи ученической преемственности. Не просто сухое знание, опыт живой. Не просто живой опыт, горячее желание помочь другим. И плюс к этому, ко всему, вернее, в основе этого всего удивительное, поразительное желание служить, сделать что-то для других, помочь другим. Помочь другим возвыситься. Именно это мы празднуем сегодня. Мы празднуем сегодня перемены в нашей жизни, которые произошли благодаря столкновению с этим знанием, передающимся по Парампаре. Мы празднуем сегодня великих учителей прошлого, совершенно невероятных людей, в группу Госвами, дживу Госвами, санатану Госвами, рагунатха Даса Госвами, капала Бхата Госвами, рагунатху Бхату Госвами, Кришна Даса Кавираджа Прабуха, Наратама Даса Такура, Вишванат Вача Кравати Такура. Мы празднуем Вьясадеву, его явление в нашей жизни. Он пришел к нам с его даром. Все это мы празднуем сегодня. У нас сегодня с вами иными словами большой праздник. У нас сегодня настоящий праздник, если мы поймем праздник обновления. Потому что для чего люди устраивают праздники? Люди устраивают праздники. Праздник привносит новизну в жизнь. Нарушает эти унылые будни, где все одно и то же, все повторяется. И вот тут праздник. Тут можно побеситься, покувыркаться, салют запустить, напиться. Мы с вами празднуем настоящий праздник, потому что мы с вами празднуем это вечное обновление нашей жизни. Столкнувшись со знанием Кришны. Кто начал жить по-настоящему после того, как он столкнулся со знанием Кришны? Поднимите руки и харибол крикните. Это мы сегодня с вами празднуем. Этот харибол мы сегодня с вами празднуем. Это наш обычный кришнаитский харибол, который на самом деле очень многое означает. Если мы поймем и оценим это до конца, мы празднуем то, что мы встали на путь возвышения, не над другими. Этим путем мы и до этого шли. мы стали действительно на путь возвышения в том смысле, что путь эволюции, путь приближения к Богу, путь, который в конце концов сделает нас ближе к Богу. И когда мы празднуем или поклоняемся людям, находящимся в цепи ученической преемственности, мы поклоняемся им не как материальным личностям, мы поклоняемся им, потому что они находятся близко к Богу. Объект поклонения один, Арадья Бхагаван, личность Бога, единственный объект поклонения. Больше мы никому не поклоняемся, мы единобожники, причем очень даже суровые, мы монотеисты, но мы поклоняемся всему тому, что находится рядом с Богом тоже, потому что мы понимаем, Бог не один, Бог распространяет свою силу, влияние, энергию на многое и на многих, и поэтому мы поклоняемся этим великим Ачарим за то, что они находятся рядом с Богом. И они единственные, кто могут нас спасти. В момент смерти кто нас может спасти? только их милость, только их сострадание, только их защита, только их обязательства, которые они приняли перед Кришной за нас. они за нас приняли обязательства, потому что мы получили посвящение в эту сампродавию. Это значит, что Ясадева такие за нас обязательства принял. Ясадева за нас отвечает. Он, может быть, если бы заново пришлось делать, подумал бы дважды, посмотрев на то, за кого ему приходится отвечать. Но, тем не менее, уже все поздно. Он принял ответственность. Он изначальный гуру, он отдал эту волю или этот приказ по цепи ученической преемственности. Рассказывайте людям об этом. Приводите их ко мне, я их приведу дальше. Шукадево Госвами рассказал нам Шимадбхагватам. И мы тут. эти счастливые кришнаиты, которые ждут, не дождутся, когда же пир начнется. Ну, в общем, все. Поздравляю вас с праздником. Харе Кришна. Сила Прабхупадеки. Шивьясадева ки. Ча. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!